Всем большой привет, дорогие мои друзья! Меня зовут Оля, это мой канал о вязании, я вас очень-очень рада здесь приветствовать. Итак, ну что, сегодня начинаем новую рубрику под названием «Вязальный подкаст». Собственно говоря, это будут ролики, в которых я буду, как вы понимаете, вязать тот процесс, который у меня сейчас актуальный. И буду с вами разговаривать, болтать на разные темы, будем с вами обсуждать то, что интересует вас и меня тоже. Не так давно в своем телеграм-канале, кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылочки я оставляю под каждым роликом. Я с вами выделилась, что мне хочется начать такую новую рубрику, и, собственно, вы мне там в комментариях накидали разных тем, вопросов. Так что сегодня мы с вами начнем снимать подобного рода видео. Если вам такая рубрика понравится, то обязательно об этом пишите в комментариях, и такие видео будут время от времени выходить. Итак, значит, мне пришло очень много от вас запросов, вопросов, и я их условно разделила на две категории. Это личные вопросы и также все, что касается ютуба и вязания. И там, конечно, гораздо больше тем. Поэтому давайте сегодня начнем с вами с ютуба и с вязания. И, собственно, посмотрим, сколько успеем, о чем успеем сегодня поговорить. Остальные вопросы оставим до следующих роликов. Итак, что же я сегодня вижу? Давайте как-то сделаю камеру поудобнее, чтобы вам было видно, чтобы вам было видно, что я вяжу. Это мой новый проект, такой прям ярко-оранжевый, под кодовым названием «Мандариновый джемпер». Обязательно вам все покажу и расскажу во влогах, как только уже, собственно, будет что показывать. Я на данный момент вяжу спинку перед, я уже связала, вяжу спинку. Вот, когда я ее довяжу, соединю спинку перед, вывяжу горловину, и тогда уже можно будет вам показывать первые результаты. Вяжу я крючком номер 4 из пряжи «Бамбина» от «Камтекс». Это у нас ярко-оранжевый цвет, который называется «Апельсин 088». Такой вот яркий, классный цвет, что обязательно вам все покажу. И также у меня на канале много новых зрителей. Слава Богу, мой канал растет, развивается. И, конечно же, очень много новеньких, с которыми мы, собственно, давайте и будем ознакомиться. Потому что очень много вопросов, на которые я уже отвечала. Но это было довольно давно, много лет назад. Поэтому давайте на какие-то основные вопросы касательно YouTube и вязания я снова здесь отвечу. И, в общем-то, давайте уже начинать поговорим про вязание, про YouTube. Итак, значит, первый вопрос. Кем я работала до блогерства? Итак, ну, начнем с того, что мой канал я завела в мае 2016 года. То есть уже 7 лет, представляете? Огромная, конечно, цифра, в общем-то. Да, в 2016 году я завела свой канал, а уволилась я со своего последнего, так скажем, официального места работы. Я за год до этого, то есть летом в 2015 году я уволилась. А закончила университет я в 2011 году. Соответственно, вот я всего лишь несколько лет проработала на таких работах официальных до того, как уволилась и решила искать себя. Значит, после окончания университета в 2011 году я устроилась работать в школу. Хотя у меня не педагогическое образование, я по образованию инженер-технолог по художественной обработке материалов. Но, вообще-то, так получилось. Меня пригласили поработать в школу, я согласилась. И я устроилась в школу. Я тогда еще жила в Челябинске. И я преподавала деткам декоративно-прикладное творчество. У нас будет творческое объединение под названием «Страна фантазия». И вот в основном младшим школьникам я преподавала декоративно-прикладное творчество. У меня в основном были с 1 по 4 класс детки, но, конечно, были и постарше несколько человек. С 1 и 2 классами мы в основном занимались разными аппликациями. А вот с 3 и 4 классами мы уже пробовали разные техники. Мы с ними и валяли из шерсти в технике мокрого валяния. И также мы шили игрушки из фетра, из флиса, из кожи. И также мы занимались вязанием. То есть мы вязали, и, кстати говоря, в основном мы вязали с ними игрушки. В школе я проработала полтора года, затем я уволилась перед Новым годом. Потом где-то 5-6 месяцев я не работала. Мы готовились тогда к свадьбе. Мы поженились в 2013 году. И в мае, и в июне я уже устроилась на другую работу. Я устроилась в ВУЗ, в учебно-методическое управление. Грубо говоря, то я работала в учебном отделе. И также еще на полставке я работала лаборантом на одной из кафедр. И там уже я проработала 2 года. И, конечно, после школы мне это казалось просто вообще чудесной работой. Потому что, по сравнению с работой в школе, это была довольно такая спокойная работа. С абсолютно нормированным рабочим днем. С таким нормальным обычным графиком. То есть мне не нужно было там до ночи сидеть, готовить, не знаю, шаблоны какие-то для следующего занятия. Готовиться к каким-то конкурсам бесконечным. Но потом все-таки я поняла, что это не мое, что моя жизнь проходит мимо. Я занимаюсь вообще не тем, чем я хочу заниматься. И нужно что-то с этим делать. Нужно это менять. Потому что меня не устраивает моя жизнь абсолютно. Я вообще не развиваюсь. И я не занимаюсь тем, что мне нравится. И тогда, в 2015 году, я уволилась с работы. Уволилась, чтобы искать себя. И я пробовала разное. Я иллюстрировала книгу. Также я эту же книгу, собственно, набирала на компьютере. То есть я ее перепечатывала с рукописи. В документ уже вордовский. Потом я начала шить игрушки. Новогодние. У меня была очень такая красивая коллекция фетровых игрушек на елку и венки рождественские. Тогда же я первый раз перед Новым годом поучаствовала в выставке. И после этого, в Новый год, как раз-таки вот 3 января 2016 года, я решила, что я хочу вязать игрушки. Это было просто как лампочка, как озарение, как такая идея. Все, я хочу вязать игрушки. И я начала это делать. Уже через месяц я подготовилась уже к следующей своей выставке, ярмарке, уже связанными игрушками. Еще через месяц я создала свой первый, так скажем, мастер-класс. Ну, то есть я и раньше всегда вязала без записаний, потому что я просто не очень умела читать схемы. И вот я вязала там по картинкам, но я, так как схемы я не читала, то я их и не могла сама записать. Вот. Ну, в общем-то, вот зайчик мой длинноногий, это была первая игрушка, которую я связала по своему собственному описанию из головы. И я его записала, и потом впоследствии я сняла уже на него видео на YouTube, на видео мастер-класс. Вот. То есть в январе я решила, чтобы довязать игрушки, и в мае я завела канал. Очень давно я хотела вести свой канал на YouTube, наверное, года три мне это очень нравилось. И вообще, мне кажется, я всю жизнь так или иначе была блогером, мне нравилось фотографироваться. Мне нравилось, когда меня снимают на камеру. Там в школе, знаете, были магнитофоны с кассетами, с пленкой, да. Я там записывала какие-то типа передачи, как будто бы там я радиоведущая. Ну, в общем, так или иначе, мне хотелось вести свой канал, но вот не было какой-то подходящей темы. И тогда я начала вязать и увидела, что есть рукодельный YouTube, есть вязальные девочки-блогеры. И я подумала, вот оно, это та тема, с которой я тоже могу зайти на YouTube. Так и начался мой путь, мой путь на YouTube, мое блогерство. Дальше, следующий вопрос. Какое у меня образование? Я уже вкратце сказала такой вопрос, который вытекает из предыдущего. Я инженер-технолог по художественной обработке материалов. Я училась в Южноуральском государственном университете. Я сейчас абсолютно работаю по своей специальности. Я занимаюсь тем, что я проходила в университете. У нас была такая творческая специальность, было очень интересно учиться. Мы попробовали множество разных техник. И также у нас был и классический рисунок, и живопись, и очень много прикладных разных видов творчества. То есть у нас было и конструирование швейных изделий, история костюма, и история искусства, и резьба по дереву, и керамика, и что еще, роспись стен, лепнина, роспись ткани. В том числе и вязание тоже у нас был такой предмет, как трикотаж. В общем-то все это я там попробовала. Очень у нас была интересная такая творческая специальность. Можно сказать, что я дизайнер, но, скажем так, еще и плюс к этому инженер-технолог. Так, во сколько лет начала я вязать и почему? Ну, научилась я вязать, когда мне было лет 10, наверное. Это было в школьном лагере летнем. Там у нас был такой кружок, и там вот нас научили вязать крючком буквально по кругу. Какие-то салфеточки мы вязали, там прихваточки. Потом уже спустя много лет, уже в институте, там на последних курсах, мне осталось много, это интересно. Я купила себе книгу, и, собственно, по книге я прям училась провязывать столбики без накида, столбики с накидом, потому что до этого я умела только по кругу вязать. Это первые, наверное, шарфики вязала, но все что-то такое небольшое. И уже, наверное, после, когда я уже работала в школе, я заинтересовалась вязанием игрушек, и мы с детками тоже вязали игрушки. Можно сказать, что я училась вместе с ними. Помню, что тогда еще было очень мало информации и в интернете, и каких-то хороших книг. И вот тогда я еще подумала, что вот было бы здорово, когда они будут свою книжку написать, такую качественную, с хорошими фотографиями. Именно эта мечта у меня потом сбылась. В общем-то, да, мы там с детьми находили какие-то книги по вязанию игрушек, там делали ксерокопии. В общем-то, это было очень интересно. И вот тогда я как-то постепенно, наверное, начала вязать игрушки. И даже какие-то первые заказы, наверное, именно вот тогда, в то время у меня и были, когда я еще в школе работала. Так, будут ли новые проекты с Эмили? Мне бы этого очень хотелось. И прямо сейчас мы ничего конкретного не планируем, но я думаю, что, конечно, когда-нибудь мы обязательно что-нибудь для вас еще интересное придумаем, какой-нибудь проект. Так, также очень много вопросов. Мне приходит, на какую камеру я снимаю и в какой программе я монтирую видео. Значит, монтирую я в программе iMovie. Это стандартная программа для MacBook. Он у меня появился два года назад. И вот, собственно, с тех пор я монтирую только в этой программе. Она мне очень нравится. Она очень простая, интуитивная. Она прекрасно работает. Никогда у меня она не глючит, не зависает. Я монтирую в ней как в телефоне, так и на ноутбуке. До этого я монтировала в программе Binnacle Studio. Начинала, наверное, с 15-й серии, версии вернее, и в конце уже, наверное, в 21-й я монтировала. Но, конечно же, iMovie нравится мне гораздо больше. В ней как-то все работает более стабильно и быстрее, и проще. Поэтому, да, вот в этой программе я монтирую. Там, конечно, нет никаких спецэффектов, но все функции, которые мне нужны, я ничем таким особенным не пользуюсь. Все эти функции там есть. И я снимаю вот сейчас на Canon G7X. Это мой такой уже старичок, фотоаппарат, которому будет уже скоро 5 лет. Я его когда-то покупала еще в рассрочку. Я еще только начинала работу над своей первой книгой. Мне нужно было делать фотографии уже на свой фотоаппарат. И вот, собственно, я его приобрела. Он очень простой. У него есть поворотный экранчик. В принципе, он снимает неплохо. И даже несмотря на то, что ему 5 лет, и он был со мной просто уже где только не был, в разных странах, в разных городах, он прошел со мной огонь и в воду. От него уже оторвались все резиночки, которые были приклеены. Но снимает он неплохо. Я его даже, по-моему, ни разу не роняла. Я, в принципе, очень аккуратно всегда с вещами обращаюсь. Вот поэтому снимает. Но я так думаю, что уже не за горами то время, когда придется его заменить. Я бы, наверное, все-таки сейчас приобрела уже Sony. Есть очень-очень похожий фотоаппарат Sony. Он прям такой же по размеру тоже даже так же выглядит. Но он, во-первых, подороже, наверное, раза в два. А во-вторых, он лучше фокусируется. У этого фотоаппарата есть небольшие проблемы с фокусом. Он иногда быстро не может как-то перестроиться или не всегда он фокусируется. И также Sony еще сглаживает. У него есть такой небольшой сглаживающий эффект. Ну, а в принципе, меня устраивает этот фотоаппарат. У него нет разъема под микрофон. Это, наверное, минус. Но во всем остальном он прекрасный. Он очень светосильный. То есть даже в темном помещении в темное время суток он может снять достаточно светлое видео. То есть у него очень классная картинка. Так, идем дальше. Умеете ли вязать спицами? Чем проще научиться вязать спицами или крючком? Ну, я скажу так, что я умею вязать спицами. Ну, самые элементарные лицевые и изнаночные петли. Очень давно этого не делала. Но когда-то я даже пару шапочек связала. Очень давно. Мне просто не нравится сам процесс вязания именно на спицах. Хотя это получается потрясающее изделие и очень красивое плотно. Но мне просто в процессе работы больше нравится крючок. И если говорить о том, чем проще научиться вязать, это все очень индивидуально. Кому-то нравится спицами больше вязать и проще. Кому-то крючком. Но, как по мне, все-таки крючком проще научиться вязать. И, в принципе, наверное, проще вязать крючком. Но это, опять же, только мое мнение. Это вот чисто субъективное ощущение, что все-таки крючок, он один. Одним инструментом, наверное, работать проще, чем одновременно двумя. Но, опять же, если вы хотите научиться вязать, то попробуйте и то, и то. И уже там дальше посмотрите, чем вам больше понравится вязать. Потому что, конечно, результат очень важен. Но и сам процесс работы тоже должен выставлять удовольствие. Я так считаю. Так, следующее. Любимая пряжа. Поделитесь опытом. Ну, во-первых, у меня есть на канале видео топ-5 моих любимчиков пряжи для вязания игрушек. И я, наверное, все-таки могу больше говорить про вязание игрушек. Моя любимая пряжа – это Yarnar Jeans и Alize Cotton Gold. Для меня это полные аналоги. Возможно, Alize Cotton Gold слегка помягче, но, опять же, в разных цветах по-разному. Но вот так вот они для меня идентичны. И по толщине, и по ощущениям. И да, из всего того, что я пробовала вот за эти годы для вязания игрушек, вот именно такой полухлопок мне нравится больше всего. Никакой хлопок мне не зашел вообще. Я пробовала разные. Нет, хлопком мне вязать сложно, неудобно. И даже Alpina Annabelle для меня – это очень жесткая ниточка и тонкая. Поэтому мне нравится вот полухлопок именно такой. И по толщине, и вот… То есть, если оказал Baby Cotton, у него вроде бы такой же состав, да, и почти такой же метраж, но все-таки она более тоненькая, более такая меньше скрученная ниточка. Поэтому вот Yarnard Jeans и Alize Cotton Gold для игрушек – это просто мой топ. Ну, еще мне очень нравится пряжа Naku Paris. Это такая из уже более фантазийных вариантов. Она слегка пушистая. И мне просто нравится, что у нее такой эффект. Она пушистая, но не сильно пушистая, поэтому вам удобно из нее вязать. Нет каких-то сложностей, да, в этом плане. И она такая прям вот шелковистая, я бы даже сказала, какая-то мысленистая. Ну, в общем, вот игрушки мне из Naku Paris очень нравится тоже вязать. А если мы говорим про одежду, могу сказать, что у меня какой-то большой в этом опыт, и я перепробовала много видов пряжи, поэтому здесь я вам не подскажу, что. Единственное, что если мы говорим про бюджетный сегмент, то мне кажется, что турецкая пряжа, например, Alize Lana Gold Classic, я думаю, что это классная пряжа. Я из нее много чего вязала, и аксессуары, и одежду, то есть там шапочки, шарфы. И у меня она не скатывается. У кого-то скатывается, а у меня такого не было. Вот, и, собственно, довольно теплая, хорошая ниточка. Учитывая еще и ее цены, мне кажется, цена-качество у Alize Lana Gold, если вам нужна теплая какая-то шерстяная вещь, то почему бы нет. Так, сейчас мы тут сделаем убавку, чтобы ничего не перепутать. Так, и отметим ряд. Так, следующий вопрос. Хочешь делать мастер-классы на одежду или только игрушки? Мне бы очень хотелось, конечно, делать мастер-классы на одежду. Это моя цель, это то, к чему я сейчас иду, и то, к чему я хочу прийти. Игрушки, пока я задвигаю в очень-очень дальний угол, мастер-классы по игрушкам не планирую на ближайший год, так это точно. В этом году мне хочется сконцентрироваться, сфокусироваться именно на одежде. И, дай бог, получится какие-то мастер-классы свои первые выпустить, сделать. Так что, да, планы вот такие. Хочется менять, менять нишу. Конечно, это страшно, но, с другой стороны, я понимаю, что я вполне могу этим заниматься, потому что, ну, у меня есть большой опыт в вязании и в создании мастер-классов. Да, это не одежда, но одежду я вязала. Плюс, как я уже говорила, мое образование, в принципе, позволяет мне это сделать, потому что конструирование шейных изделий я проходила. Даже более того, я еще посещала такой более углубленный курс именно по конструированию. То есть, вот это вот все, моделирование, конструирование, все это у меня было. Собственно, опыт в вязании есть. Конечно, это все равно для меня новое, но, как говорится, если в чем-то не разбираетесь, начните разбираться и разберетесь. Поэтому я в себя верю и иду к своей новой цели, к своей новой мечте. Так что, такие дела. Так, Марта меня спрашивает. Марта, тебе привет. И, кстати, очень люблю канал Марты, ссылочку на нее оставлю. Интересны твои планы и идеи на будущее касательно Инстаграм и канала Ютуб, если они есть, конечно. Планируешь ли каким-либо образом их продвижение или просто плывешь по течению? Будет интересно послушать. Так, ну давайте, наверное, с Инстаграм. Инстаграм – это такая моя боль, потому что там уже, наверное, целый год одна и та же цифра подписчиков стоит. И вот никуда не двигается она с мертвой точки. Так как в этом году произошли разные мировые события, с отключением монетизации и всего прочего, мне пришлось отказаться от моей помощницы, от моего менеджера. Поэтому Инстаграм сейчас на мне. И я пока не очень представляю и знаю, как вообще двигаться в Инстаграме дальше, потому что на это нужно очень много времени, очень много энергии. И ту работу, которую делала моя помощница, конечно, она занимает несколько часов в день. И я просто не успеваю это делать, потому что мне хочется и повязать, и поснимать видео на YouTube, и помонтировать, и сделать новые фотографии, и там какие-то мастер-классы оформить, и на Эльсе поработать. В общем, не доходят у меня руки до такого качественного ведения Инстаграма. Наверное, сейчас в плане продвижения, я думаю, лучше всего работают рилс. Мне это нравится, я их иногда снимаю, монтирую. Я думаю, что из таких органических вариантов роста, продвижения, наверное, сейчас это самый лучший вариант, это именно съемка рилсов. Возможно, это какие-то там, возможно, это какие-то хэштеги. Вот, собственно, ну и все, как-то так. Лично я сама очень люблю смотреть рилсы в Инстаграме, и прям так на них залипаю, потому что ТикТок я у себя удалила, ну вот, собственно, остались шортсы на Ютубе и рилсы в Инстаграм. По поводу продвижения Ютуба, у меня никогда не было никакой стратегии, никогда не было у меня какого-то плана продвижения, я просто снимала то, что мне нравится, то, что нравится вам, и все. То есть здесь у меня абсолютно такой интуитивный момент, наверное, как и в Инстаграм тоже. Вот, я чувствую, что я, у меня Инстаграм проседает, тем более сейчас, когда вот у меня какая-то новая ниша, какая-то вот такая вот новая цель, да, меня зажгла, и абсолютно, абсолютно не до Инстаграма. Я вот сажусь утром, допустим, вяжу, записываю это все, перечеркиваю, перевязываю, и так проходит, собственно, весь день. И куда здесь вписать в Инстаграм, непонятно. Хотя, конечно, стараюсь тоже что-то выкладывать, и в сторис тоже выхожу, но, да, такой вопрос, конечно, болезненный, да, потому что, потому что, да, конечно, чтобы Инстаграм развивался и рос, его нужно развивать и растить, нужно этим заниматься каждый день по несколько часов. Пока что у меня не то, что нет на это времени, просто это не в приоритете, вот так скажем. И Инстаграм сейчас не самый большой канал трафика на мой сайт, поэтому, ну, как-то он у меня так по остаточному принципу. Хотя я обожаю Инстаграм, и сама там сижу. Ничего конкретного я не придумала. Пока веду, как говорится, плен по течению, вот. Идем дальше. Если бы ты решила вязать одежду, то что именно бы выбрала вязать? Для взрослых или детей плечевые изделия или мелкие аксессуары? Так, ну, во-первых, я бы точно не вязала ничего для детей, потому что это для меня не актуально, детей у меня нет. Я бы хотела вязать то, что я буду носить и чем буду пользоваться сама. А это плечевые изделия. Я сейчас вижу как раз-таки одно из них. Вот, ну, и аксессуары тоже такие, как шапочки, шарфы, ну, не знаю, как насчет шарфов. Мастер-классный шарф тоже такое странное дело, если это не какой-то прям супер необычный, да, какой-то сложный узор. Но, опять же, мне не нравятся такие вещи. Сумки. Возможно, когда-то это будут варежки и перчатки. Ну, то есть, да, это различные головные уборы, сумки и аксессуары для рук. Мне бы хотелось заниматься и тем, и тем, но все-таки не пополам, а, допустим, 70 на 30 процентов. То есть 70 процентов это плечевые изделия и 30 процентов это какие-то аксессуары. Так, есть ли еще работа помимо вязания? У меня нет никакой другой работы. У меня ИП, я индивидуальный предприниматель, уже 4 года. И, собственно, если бы даже я и хотела где-то еще работать, то я не представляю, когда бы я это делала. Потому что у меня канал на Ютьюбе, Яндекс.Дзен, Инстаграм. Там я создаю новые мастер-классы, я их продаю. Ну, в общем-то, тут как бы не успеваешь со своей идеей все воплотить. Поэтому нет, никакой другой работы у меня нет. Но я работаю официально, я плачу налоги, я плачу все отчисления. Я не самозанятая, у меня ИП. Так что работа у меня вполне себе официальная. Вот так. Так, интересно было бы узнать... Так, интересно было бы узнать ваше мнение. Я бы тоже вяжу игрушки в основном. Но в последнее время часто стала вязать одежду и аксессуары. Еще и спицы начала осваивать. И так меня это увлекает, что на игрушки времени мало. И желание немного поубавилось. У вас такого не бывает? Спокойно совмещайте игрушки и одежду. Как говорится, вопрос прямо в тему. Вот сейчас как раз таки у меня такой период, когда мне вообще больше не хочется вязать игрушки. Ну, по крайней мере, как бы для работы. Мне хочется вязать одежду. Было время, когда мне безумно хотелось вязать только игрушки. И я... То есть это прям... Это занимало все мои мысли. У меня была куча идей. Мне было так это интересно. Мне хотелось постоянно этим заниматься. И иногда по остаточному принципу, в качестве хобби, я могла что-то там повязать для себя. Ну, это было, знаете, там одно изделие или два в год. Так, чисто совсем чуть-чуть. Я шла за своими желаниями и делала то, что мне хочется. Вот сейчас наступил такой период, когда мне больше не хочется развиваться в вязании игрушек. Вот так вот, если глобально. Есть у меня, конечно, еще проекты по игрушкам. Я их обязательно сделаю и расскажу вам о них. Но как будто бы мне хочется идти дальше. Вот так. И я думаю, что здесь очень важно слушать себя. Вот если... И вязать только то, что вам хочется. Потому что всегда найдутся зрители, покупатели, клиенты на любой из этих направлений. В любой нише есть клиенты, покупатели и зрители. И главное, чтобы это нравилось вам. То есть, если чувствуете, что вас больше сейчас тянет в одежду, ну, занимайтесь этим. Я считаю, что здесь нужно идти за своими желаниями. И уж точно не делать то, что вы больше делать не хотите. Так, следующий вопрос. Как к вам приходят идеи создания игрушек? Ой, на самом деле, идей всегда больше, чем воплощенных игрушек. Потому что ты вяжешь одну игрушку, у тебя в голове еще три, ты их записываешь. Вяжешь следующую, и еще пять в голове ты их записываешь. Как приходят идеи. Слушайте, я даже не знаю, как это происходит. Ну, это могут быть какие-то иллюстрации, это могут быть какие-то образы. Даже там, не знаю, какая-нибудь рисунок на детской курточке может тебя вдохновить на какую-то игрушку. Мне сложно на этот вопрос ответить, но... Опять же, какие-то картинки, которые мы смотрим в интернете, какие-то мультфильмы, какие-то открытки. Конечно, я не повторяю прям образ полностью, но... Ты как-то запоминаешь одну деталь, другую деталь. Допустим, посмотрела на какую-то картинку в детской книжке, думаешь, о, какая классная шапочка, да? Надо будет кого-нибудь в такой шапочке связать. И как-то оно вот так вот все накапливается, и потом у тебя рождается в голове новый образ. Идей повсюду, идей повсюду, и очень даже, и очень сложно это отследить, откуда именно у тебя та или иная идея. Итак, вопрос. Будут ли новые проекты и мастер-классы в следующем году? То есть уже в этом. Будет ли закупка новой пряжи и фурнитуры? Советы новичкам по вязанию игрушек, одежды и выбор пряжи. Так, во-первых, у меня есть на канале видео, по-моему, оно называется «Советы новичкам», что-то такое. Я оставлю вам ссылочку на него под этим роликом. Я его снимала в 2019 году, но, на мой взгляд, оно до сих пор очень актуальное и интересное. И там советы, которые я даю новичкам именно в вязании игрушек, считаю, что они суперполезны. И если бы я в свое время посмотрела такое видео, оно бы мне очень и очень помогло. Поэтому я оставлю вам ссылочку на это видео. Посмотрите его обязательно. Также по поводу пряжи есть у меня на канале несколько обзоров на разную пряжу. И на пушистую, и на плюшевую, и на полухлопковую, и на акриловую. Можете тоже посмотреть. Там я очень подробно рассказываю про выбор пряжи. Также есть у меня видео «Топ-5 моих любимчиков пряжи для вязания игрушек». Вот это что касается советов. Будут ли новые проекты и мастер-классы в следующем году? Конечно же, будут. Собственно, этим я и занимаюсь. Закупка пряжи и фурнитуры. У меня не бывает таких, прямо на этих глобальных, больших закупок. Я не закупаю никогда пряжу в прок или просто потому, что она мне понравилась. Обычно я покупаю пряжу под конкретный проект, в конкретном объеме, в конкретном размере. Поэтому все, что я покупаю из пряжи или из фурнитуры, я все это показываю на своем канале, в своих влоговых видео, о которых у меня сейчас большинство на канале. Если вы имеете в виду мастер-классы на YouTube, то вы знаете, что я их не обещаю, не планирую уже несколько лет. Если мне иногда хочется это сделать, я это делаю и выпускаю мастер-классы на YouTube. Но я их не обещаю и не планирую, как я уже сказала. Ну а платные мастер-классы, конечно, я планирую выпускать в этом году. Где вы покупаете пряжу? Сколько вам лет? И пробовали ли вы вязать из плюша? Почему завели YouTube-канал? Много вопросов. Так, мне 33 года на данный момент. Так, из плюша я вязать, конечно же, пробовала и вязала. И есть у меня видеообзор на плюшевую пряжу. Но мне не очень нравится из нее вязать. Если честно, это не совсем мой материал. Очень редко я это делаю. Есть у меня один даже мастер-класс. На моем сайте это плюшевый единорук. Но в основном нет, в основном я не вяжу из плюша. Так, где покупаю пряжу? Пряжу я покупаю в абсолютно разных местах. Потому что нет такого, к сожалению, магазина пряжи. Или интернет-магазина. Или сайта, где было бы абсолютно все, что мне нужно. Поэтому что-то я покупаю. Ну, редко, правда, на вязаной РФ. Что-то я заказываю на Wildberries, если мне нужно. В каком-то большом объеме пряжа. И там хорошая цена. Что-то я покупаю в Семеновской пряже. В оффлайн-магазине. Что-то я покупаю в 5 Мотков. В 5 Мотков это магазин в Москве. Но также у них есть интернет-магазин. И я обычно смотрю на сайте, что у них есть. Делаю заказ и самовывозом забираю пряжу. Вот, наверное, это такие основные магазины. Но, к сожалению, нет такого магазина. Даже в Москве, где было прям все, что хочешь. Все марки, которые тебе нужны. И по хорошей цене. Такого одного магазина нет. Поэтому все в разных местах покупаем. И почему завели YouTube-канал? Ну, просто потому, что мне очень сильно этого хотелось. Это абсолютно мое. Я всегда хотела себя снимать. Но я не знала, о чем был бы этот канал. Потому что до этого времени я смотрела YouTube уже 3 года. Прямо так плотненько. У меня нет телевизора с 2012 года. Поэтому телевизор я не смотрю вообще. У нас его нет. Я смотрела вот только YouTube. И в основном это были какие-то бьюти-блогеры. Влоговые каналы. И вот мне тоже очень хотелось снимать YouTube. Снимать свои видео на YouTube. Но я не знала, о чем бы это были видео. Потому что, ну, бьюти-тема как-то так сильно меня не привлекает, чтобы прям об этом снимать видео. И говорить на эти темы долго. И вот когда я увидела, что есть рукодельный YouTube, я бы думала, ну, вот оно, я могу об этой теме говорить и себя снимать. Поэтому вот так. И, конечно, YouTube, если говорить про него, он дал мне очень многое. Потому что если бы я тогда не сделала свой канал, ну, наверное, просто ничего бы не было того, что есть у меня сейчас. Потому что YouTube принёс мне друзей, знакомство. Принёс мне знакомство с издательством, две мои книги, «Серебряную кнопку», переезд в Москву, аудиторию, благодаря которой, собственно, у меня была возможность сделать свой сайт «Открытие Б». В общем, это всё. Всё это благодаря YouTube-каналу. И очень я, конечно, нежной любовью его люблю. Так. Если бы не вязание игрушек, то что? Этот вопрос меня ставит в тупик, потому что вот сейчас я не хочу больше вязать игрушки. Мне хочется вязать одежду, собственно. Вот вязание одежды. Если говорить на вопрос «Если не вязание, то что?» Ну, знаете, я не знаю то, что мне бы хотелось и то, что мне бы нравилось в этот конкретный момент. Я считаю, что если сейчас мне нравится заниматься этим, то я не знаю уж, чем бы я занималась, если бы мне это не нравилось. Ну, если бы мне это не нравилось, мне бы нравилось что-то другое. А что бы это было, однозначно это какая-то творческая деятельность, потому что, ну, у меня и образование соответствующее, и какие-то мои интересы тоже об этом. То есть это было бы что-то, не знаю, роспись стен, роспись ткани, какой-то дизайн, может быть, даже интерьера. Не знаю, что-то такое. Возможно, даже просто жилопись картины выписала. Не знаю. Но это однозначно было бы какое-то творчество. Так, давайте авантюрку типа плед дома. Если вы помните, когда у нас был с вами карантин, еще в 2020 году, пандемия, мы с вами вместе вязали плед из остатков пряжи, из остатков акрила, в моем случае, из мотивов. И у нас тогда прям очень классно получилась такая история. Два месяца мы его вязали. Даже как раз такой будет хэштег, плед дома, вы показывали свои работы. Я бы с удовольствием что-нибудь такое повторила бы, но пока у меня лично идей нет. Пледы мне больше не нужны. У меня их достаточно. Если вы что-нибудь такое предложите, я с удовольствием обдумаю вашу идею. Но вот пока мне ничего в голову не приходит. Но было бы здорово. Планируете ли вы еще печатное издание, предыдущее очень подробное, с картинками и объяснениями? Наверное, это имеется в виду книга моя, да? У меня даже есть две книги. Да. Отвечу пока коротко, да? Планируется, планируется еще книга. Интересно ли вам провести встречу с подписчиками, чтобы лично познакомиться, пообщаться, может быть, повязать вместе, планировать что-то подобное? Нет, пока ничего подобного я не планирую. Пока нет такого отклика, наверное. У меня было несколько встреч после совместных вязаний. И также, когда я только переехала в Москву, тоже у меня возникло такое желание. И была встреча с подписчиками. Кстати, на которой я познакомилась с Оксаной Окси Мэджи, после которой, после этой встречи, она, кстати, и завела свой канал на YouTube. Не знаю, не знаю. Пока не планирую, пока таких мыслей нет. Но, возможно, когда-нибудь они снова появятся. Обязательно я об этом расскажу вам в своих соцсетях. Так, участвовали ли вы когда-нибудь в новогодних обменах подарками среди вязальщиц? Кстати говоря, нет. Никогда я ни в чём подобном не участвовала. Даже не знаю, где их искать, как в этом участвовать. Никто меня никогда не приглашал вроде в такие, в подобные мероприятия. Поэтому я только вот у Марты смотрела на канале. Видео на эту тему, мне кажется, это очень интересно. Я бы, наверное, поучаствовала бы с удовольствием. Но не знаю, как это делается. Поэтому нет, не участвую. Так, планируете ли новый мастер-класс на канале? Как я уже сказала, я не планирую мастер-классы на канал. Но если мне бывает хочется, есть какая-то идея, то я их снимаю. Каких вязальщиц интересных смотрите? Много ли планов мысленных? Сидишь, думаешь и говоришь, что можешь что-то связать, но это остаётся секундной идеей. Или же всё исполняется в реальности? Самая интересная и необычная, запоминающаяся пряжа. Так, ну никакой интересной, запоминающейся, необычной пряжи у меня нет в голове. Ничего такого прям уж необычного я не... Не знаю, для меня пряжа — это не какой-то эмоциональный момент, не что-то, что я запоминаю, не что-то, о чём я думаю. Поэтому меня не трогает пряжа никакая. По поводу идей, конечно, идей миллион и записанных, и просто даже где-то там подуманных, придуманных, конечно, не всё воплощается в реальность. Это, наверное, просто даже невозможно, потому что идеи, они теряют актуальность, они устаревают, они больше тебе не нравятся. Какие-то не получаются, для каких-то ещё просто не пришло время, какие-то там, не знаю, годами должны прям вот вылежать, да, своё. Поэтому, конечно, бывает, что я думаю, мысль... Ну, мне кажется, это я, опять же, как тревожный человек, у которого мыслей просто всегда тысячи сотни в голове, каждую секунду. Конечно, мыслей всегда очень много, и какие-то идеи приходят, но, конечно, они все фильтруются. Записываю я уже не все, а уж воплощаю в жизнь, и подавно они все, поэтому... Так, каких вязальщиц интересных смотрите? Я почти не смотрю никого из Алина в YouTube, я смотрю Алину с канала Алина вяжет, смотрю Оксану Окси Мэнджик, смотрю Марта, Март Тарасевич, смотрю ещё иногда Мурнитка, по-моему, так называется канал, ну и Эмили, естественно, когда она выпускает видео. всё, больше никого не смотрю, больше никого не смотрю на постоянной снове, поэтому даже не знаю. Кто там что снимает на нашем вязальном YouTube? Будет ли ролик, что связать зимой? Ну, зима уже заканчивается, и, в принципе, то видео, которое я выпускала, что связать на осень, мне кажется, оно на зиму тоже подходит, там будут такие и даже новогодние какие-то моменты. В общем-то, осень-зима, мне кажется, это, ну, такой сезон практически один и тот же. Так, Оля, ты планировала открыть курсы по обучению МК? Передумала? Да, тоже такой вопрос. У меня была такая мысль, и я даже прям полностью набросала структуру этого курса, чтобы там было. Начала уже записывать конкретные модули, модули, ну, пока просто прописывать. Но как-то, да, сложно сказать, почему. Эта тема меня как-то отпустила. я планировала его прошлой весной или прошлым летом, но произошли события в мире, и мне показалось, что сейчас как-то не до того. А потом, наверное, просто я уже не хотела заниматься игрушками. Ну, в общем, наверное, да, наверное, я передумала пока что. Вот, но, возможно, это одна из тех идей, которой нужно просто время, чтобы настояться, отлежаться, и, возможно, когда-нибудь я такой курс сделаю. Не знаю. Ну вот, мне действительно кажется, что мне есть что сказать. У меня есть очень большой опыт в создании мастер-классов именно по вязанию игрушек. Я думаю, что это был бы полезный курс, но не знаю. Опять же, не чувствую сейчас такого желания и такого отклика. Так. В прошлые года были новогодние мастер-классы. Об этом ничего не планируется? Так, ну, вопросы уже довольно давно были заданы. В этом году у меня к Новому году вышел мастер-класс по вязанию гнома крючком рождественского. Я считаю, что он просто потрясающий гном. Это игрушка, которая тоже родилась так неожиданно и так внезапно. Я ее не планировала, но получился очень классный. И также у меня вышел мастер-класс по вязанию шапочки на елку. Елочная игрушка в виде шапочки крючком. Так, а почему стали меньше вязать для нас? Столько стало меньше работ, идей. Погас огонек. Что значит вязать для нас? Для вас. Я не вяжу для вас, я вяжу для себя. И я не сказала бы, что я стала меньше вязать. Этот вопрос был задан, наверное, в начале декабря. Я тогда очень активно вязала большой заказ из ста... Кто там у нас был в этом году? Из ста зайцев. Вот, может быть, поэтому я меньше вязала каких-то других игрушек. Но по поводу погас огонек, наверное, погас огонек такой бешеной любви к игрушкам. Наверное, вот тут вы, возможно, подметили правильно. Вот. Ну, а то, что я стала меньше вязать, я бы не сказала. Может быть, просто проекты стали более крупными. Допустим, вот плед ромашковый я вязала. Он занимал очень много времени. 100 зайцев вязала. То есть, вот так. Но нет, вязать меньше по времени как-то нет. Такого нет. Так. Почему из всего разнообразия пряжи вы в основном используете для вязания одежды турецкую? Из всего разнообразия пряжи. Давайте разберемся, что же это за такое разнообразие. Есть турецкая пряжа, много артикулов там. Есть российская пряжа. Я, например, вот сейчас конкретно вяжу из российской пряжи. Да, Комтекс это же Россия или нет? Да, Московская область. И, в принципе, из российской пряжи я вяжу тоже довольно часто. Например, я вязала себе жилет из... Как там Ланагату, да, по-моему? От Семеновской или Троицкой я уже не помню. Все, что остальное, итальянская пряжа, испанская, немецкая, это уже совсем другая ценовая категория. Я пока не покупаю дорогую пряжу для себя, ну, просто потому что пока я не вижу в этом смысла. Меня на данный момент устраивает что турецкая, что российская пряжа. У нее хороший состав, у нее, в принципе, неплохие свойства, у меня она не скатывается. И плюс она в свободном доступе, ее можно купить, обычно их во всех магазинах, поэтому вот так. Ну, то есть итальянская пряжа, она уже будет, ну, не знаю, раза в три сразу же дороже. Ну, то есть, как бы, понимаем, да, возможно, я когда-то и буду ее использовать, но на данный момент в соотношении цена-качество меня устраивает и турецкая пряжа, и российская пряжа. Вот так я скажу. Поэтому какого-то большого разнообразия в этом ценовом сегменте, мне кажется, его нет. Ну, то есть, может, вы мне напишете, конечно, я не очень в курсе, но, ну, возможно, еще есть белорусская пряжа какая-то, вот, российская, белорусская, турецкая. Наверное, и все. Все остальное это уже идет, ну, из другого сегмента. Так, будет ли видео о том, каких вязальщиц смотрите? Я, в принципе, уже на этот вопрос ответила, и нет у меня какого-то большого списка, кого я смотрю, я уже сказала. Так, вы иногда продаете игрушки, и как вы выставляете цены на глаз или рассчитываете по материалам? Слушайте, материалы я вообще никогда не, даже не учитываю в ценообразовании, просто потому, что при вязании игрушки ценой на материалы можно пренебречь, потому что, ну, на игрушку уходит не так много материалов, и, в принципе, ну, как бы, я не знаю, если учитывать цену материалов в работе, то это будет очень низкая цена. Я не знаю, ну, наверное, это процентов 5 будет от стоимости. Я, конечно, так прям не считала, но... И, опять же, бывают уже разные игрушки, бывают очень большие, какие-то крупные, с, может быть, какой-то дорогой пряжи, но я в основном продаю игрушки такого среднего небольшого размера, и туда уходит пряжи не так много, и поэтому я материалы вообще не считаю, ну, как бы, не закладываю в цену. Я ставлю ту цену, за которую я готова эту игрушку продать, за которую я пойду и отправлю ее на почту, потому что это занимает очень много времени, то есть за которую мне не будет жалко и как-то грустно идти и отправлять. Так, у меня аж разрядилась батарейка, и мы с вами сейчас говорили про цену на игрушки. Да, я всегда цену ставлю интуитивно, на глаз, то есть, ну, ту цену, которую я считаю, ту цену, за которую я готова, там, не знаю, поработать, то время, которое я затратила на вязание этой игрушки, и, ну, как-то так. Вот, то есть почти ни на кого не смотрю, вот как мне комфортно, какую цену ставлю. И последний вопрос. Нет желания связать героев одной сказки. Как относишься к Пальчиковому театру? У меня, во-первых, есть книга со сказочными героями, и, ну, там есть из одной сказки, допустим, по нескольких героев. Но вообще такой мысли нет, у меня нет. И по поводу Пальчикового театра мне, кстати, никогда эта идея особо не нравилась, и я, в принципе, не видела, чтобы дети играли в такие игрушки. Игрушки, может, я, конечно, ошибаюсь, но вот я такого не встречала. Вот напишите мне знатоки, у кого есть детки, и у кого дети действительно играют вот в эти пальчиковые игрушки. Не знаю, я такого не видела, поэтому нет, такого желания у меня не возникает. Ну что, мы с вами ответили на все вопросы по поводу вязания и ютуба. Остались еще вопросы про, так скажем, личные. Давайте мы их оставим на следующий вязальный подкаст, а вы можете под этим роликом оставлять ваши запросы или вопросы, в общем, на какие темы вы хотите еще поговорить, поболтать в следующих вязальных подкастах. Я надеюсь, что вы тоже повязали, попили чай, кофе. Я вот, кстати, связала несколько рядов. Да, потихонечку движется моя спинка. Так что вот так. Всем большое спасибо за то, что были сегодня со мной. Не забывайте приходить на мой сайт olikask.com, где можно приобрести все мои мастер-классы, также наборы из них. Для тех, кто живет за границей, все мастер-классы можно купить на сайте Boosty в моем аккаунте. Собственно, и также все мои соцсети будут под роликами. Я вам желаю бесконечного творческого вдохновения. Я желаю вам заниматься только тем, что вы любите, тем, что вам нравится. Получать кайф от вашей жизни ежедневной. Вот, а мы с вами увидимся уже очень-очень скоро. Пишите ваши запросы и вопросы, о чем будем говорить в следующих вязальных подкастах. Мне эта тема очень нравится, когда можно просто вязать и болтать с вами. Совместить, так скажем, приятное и приятное. Я все люблю вас, целую. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok